Польша состоит из 16 воеводств. Помимо этого, Польша поделена на регионы и каждый обладает своей географической, исторической и культурной спецификой. Велкопольска – Великая Польша. Это территория, на которой зарождалась самая ранее польская государственность. Город Гнездно был первой столицей страны. Здесь в X веке имело место крещение Польши. В 1918 году в Великой Польше произошло народное восстание за освобождение от Германии. Это было единственное успешное польское восстание. Познань играет роль столицы региона, являясь городом трудолюбивых и предприимчивых людей. Здесь проходит международная познанская экспо-выставка. В XI веке столице Польши стал Краков в Малой Польше, являвшейся резиденцией польских правителей, проживающих в королевском замке на горе Вавель. На Вавеле находится кафедральный храм и пантеон. Здесь похоронены короли и знаменитые поляки. Над входом в храм на тяжелых цепях висят большие кости мамонта. Некоторые утверждают, что это кости легендарного дракона. Старая площадь, старый город и район Казимеш, древний еврейский квартал притягивают миллионы туристов. Также в Кракове находится самый старый в Польше и Гелонский университет. Варшава является столицей Мазовецкого региона, а с конца XVI века также столицей Польши. В Варшаве тоже есть королевский замок, конфедеральный собор и старый город. Однако все это реконструкция, так как во время Второй мировой войны Варшава была полностью уничтожена. В настоящее время Варшава это динамичный современный мегаполис. Число жителей постоянно увеличивается такими же темпами, какими растут небоскребы в центре города. На севере от Мазовецкого региона находится Варминско-Мазурское воеводство. Край лесов и озер, именуемые также зелеными легкими Польшей. Здесь можно поплавать в Мазурских озерах, устроить слалом на байдарках или водные экскурсии по развитой системе рек и каналов. Канал Аструцко-Эльблендский является единственным в мире каналом, где суда преодолевают мелководье, по суше, передвигаясь по рельсам. Рельсово-канатная дорога на канале была построена еще в XIX веке. На берегу Балтийского моря расположена агломерация, в состав которой входят три города – Гданьск, Сопот и Гдыня, называемые трехградием, по-польски «труймястым». Символами Сопота стали деревянный пирс, длиной более полукилометра, а также песенный фестиваль, проходящий с 1962 года. Самый крупный портовый город Польши, Гданьск, ранее был богатым купеческим городом, в котором издавна проживали люди разных национальностей. В центре города находится памятный фонтан Нептуна. В 1980 году в Гданьской судоверфи родилось первое независимое общественное движение «Солидарность». Восточные рубежи Польши – это регионы Подлясье, Любельщина и Прикарпатия. Эти территории менее заселены, но славятся красивой природой и своими живописными селами, в которых можно увидеть множество православных храмов. На границе Польши и Белоруссии находится Беловежская пуща. Это последний в Европе фрагмент так называемого первичного леса, прорастающего на этом месте уже тысячи лет. Здесь обитает крупнейшая в Европе популяция зубров. Юго-восточные окраины Польши представляют собой горный хребет, называемый Бесчадами. Это дикие, обширно и густо покрытые лесом горы. Здесь обитает самое большое количество медведей в Польше. Верхняя Селезия характеризуется как наиболее урбанизированная и населенная территория. Здесь работают угольные шахты, есть месторождения железных руд и другие объекты горнодобывающей промышленности. В Верхней Селезии живут селезцы, имеющие собственные традиции, культуру и язык. Селезская кухня очень интересна, представляет собой кулинарный микс польской, немецкой и чешской кухни. Будучи в Селезии, обязательно стоит попробовать мясные рулеты, красную капусту, домашнюю колбасу-кошанку или черной клетки. Западные рубежи Польши иногда называются посленемецкими землями, так как эта территория отошла к Польше после Второй мировой войны. Здесь доминирует типичная кирпичная немецкая и прусская архитектуры. Эти места тоже густо населены, а горный хребец у детских гор до сегодняшнего дня хранит в себе множество загадок, которые притягивают искатели исчезнувшие янтарные комнаты и других сокровищ. Что касается природных ландшафтов и даже истории памятников и людей, то в этом Польша очень разнообразна. Каждый найдет для себя здесь что-то увлекательное и интересное. Добро пожаловать! 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 Добро пожаловать!